так вот такой раствор готовим нам врач сказал берем вот столько воды туда две таблетки фурацелина вода стала желтая один флакон димексида одну ампулу вылила диклоберл диклоберл номер 75 и три вот такие вот три вот такие капсулы вот такие три капсулы рифампицин получилась вот такая жидкость вода кипяченая там написано в дистиллированную но я в теплую кипяченую воду вот такое нам написали еще что нужно еще выпил одну таблетку цифрана и на ночь выпит еще одну таблетку цифрана это для всех тех у кого кто проколол ногу гвоздем или руку ржавым или сел на ржавый гвоздь а он наступил сразу на два у него двойной прокол так интересно он пришел к доктору доктор вопрос ему задает один говорит у вас одна дырка или две то есть к нему уже приходят часто оказывается и бывает и больше вот это из этого то что я вам сейчас показала димексид вот этот вот один флакон то что мы вылили потом вот эту одну ампулу вот этот рифам не цин и еще вот этот какой-то дедрацелин или как он называется еще какой то что-то все четыре раз а вот этот вот раз два три четыре все четыре наименования в банке но надо было делать все сразу это делать эти как они называются компрессы для ноги мы будем делать сейчас на ночь я ему еще линемент бальзамический положу вишневского а сейчас компрессы и вот он выпил этот цифран одну таблетку сейчас одну вечером завтра но я думала что врач сделает ему сразу сыворотку антистолбнячную я вот это думала врач не сделал сыворотку он отправил завтра еще к одному врачу завтра ему придется пойти еще к одному врачу все это стерильные ты купил или не стерильный бинт не стерильный у меня есть не стерильный это что ты купил пластырь пластырь нам понадобится можно изоленты но лучше пластырь вата у меня есть не стерильный это покупать не надо этого у нас полно так ну что буду начинать делать компресс вот это я дала отчет что мы использовали когда наступаешь на гвоздь что происходит пришлось ехать далеко мы далеко от города от своего за 100 километров так все так сейчас я вот так вот сделаем и как он сказал накладывать просто пакетик есть ложись полежи ходить не надо сейчас мой хороший самое главное сегодня поехал к врачу послушал меня потому что мужчины не управляемые чтобы заставить лечиться это невозможно и мы я молилась о том чтобы все было нормально чтобы доктор был на месте я попросила всех чтобы помолилась обалдеть благодаря молитвам дорогой мой что ты несешь благодаря молитвам любимый мой доктор доктор был именно тот который нужен и был он на месте и очереди не было и никаких икс вирусных больных не было хотя больница одна и все прошло и все прошло замечательно он нормально тебя встретил как доктор как родного как родного встретил так и пакетиком накрыть вот такой вот пакетик я делаю тебе делаем компресс делаем компресс сколько раз этот компресс надо делать все время все время в теплом виде сказал я не спал ничего не спал делаем ладно делаем сказал правильно оранжевого цвета хорошо оранжевого цвета делаем компрессик так сейчас я еще возьму вату наложу вот так нежданно негаданно работаешь работаешь бац и подстава вот такая вот ну кто не работает с другой стороны тот ничем не болеет потому все в порядке и все замечательно так вот таким вот образом самые сильные молитвы это совместные все остальное ерунда без лекарств тоже пройдет но есть мудрость господь бог зачем-то дал мудрость зачем-то целители всегда были да поэтому поэтому плохо говорит молились не знаю не знаю это к интернет семье вопросы может спрашивает плохо молились может без лекарств все у тебя восстановится все будет замечательно у нас очень сильные молитвенники на самом деле есть сильнейшие вот так вот я закрываю вот так вот я так так вот такая вот у нас оранжевая красота получается ее я сейчас и наложу так все скупим до щипалки будем делать хорошо сейчас еще и вату опущу и разложу винтик тоже сейчас вот так вот так вот так еще один пакет надо пакетик было бы хорошо если бы у нас пищевая лента была а у нас здесь нет пищевой ленты в таких случаях хорошо когда пищевая лента хотя нет я обманула у меня не может не быть пищевой ленты у меня есть пищевая лента вот так я сейчас все тебе обвяжу ею я говорю за скотч за пищевую ленту за все за это нужно давать нобелевскую премию вот почему в керзовых сапогах лучше всего зайчик работать люди не дураки придумали керзовые сапоги да люди не дураки все чтобы знали как спасаться если страшное такое ранение проткнули двумя ржавыми гвоздями ногу многие же не знают что делать как быть компрессы делать так все сейчас пойду вот так вот а нет сверху все таки еще одну я еще 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 всю ступню сказал а всю ступню конечно вот уже часть я тебе замотала сейчас еще замотаю всю ступню до лодыжки да правильно лежать не надо ходить не надо бродить чтобы понять как оно может подействовать ну вот врачи знают как действует противовоспалительное рассказал значит надо делать он на это 7 лет учился здесь диагноз нам ставить не надо значит мы ему уже рассказали что вот в таких в диагноз 2 гвоздя все у него уже должно быть протокол как и все здесь ничего не сделаешь вот именно в этих случаях нужен антибиотик ну вот и все готов компресс сейчас мы наложим этот компресс и пищевой вот такой пленкой замотаем ногу и все всем здоровья не болеть еще раз что он выписал на компресс это димексид фуруцелин димексид целый флакон на 200 миллилитров горячей воды теплой воды фуруцелин а рифамицин фуруцелин две таблетки дальше вот этот рифампицин идет в этот раствор две нет три три капсулы и деклабер ампула все ушло все сделали зафиксировали а из антибиотиков сразу нужно выпить чтобы не было никаких воспалительных процессов но мы на следующий день выпили цифран одну таблетку утром одну таблетку вечером все всем пока пока пока